Оборудование. Шприц на 150 мл, раствор теосульфата натрия, шприц с крахмалом, шприц с кальйодом, шприц с сульфатом марганца, сосуд для тетрования, пузырек с 20% кислотой, шприц на 10 мл для теосульфата натрия. В сосуд для тетрования наливают из крышки 20% соляную кислоту. Отбираем пробу воды шприцом медленно, не допуская резкого падения давления. Лишние пузы воду выталкиваем. В шприц добавляем раствор кальйод в кальюша полмилитра и полмилитра раствора с сульфатом марганца или хлорида марганца. Видно, что выпадает осадок. Содержимое шприца перемешивать не менее 15 раз, опрокидывая. Поехали. В этой реакции выпадает гидроксид марганца-2, который окисляется растворенным в воде кислородом. Сосуд для тетрования переливают содержимое шприца. Кислота нейтрализует щелочь и в кислой среде гидроксид трехвалентного марганца окисляет еди до йода. В избытке еди до калия йод дает коричневый раствор. Аккуратно засасывают в шприц содержимое из баночки чуть-чуть, чтобы промыть стенки. В шприц набираю 10 миллилитров раствора теосульфата натрия. Добавляем теосульфаты, энергично перемешиваем до тех пор, пока краска раствора не станет бледно-желтой. Йод окисляет теосульфат до бесцветных продуктов. Еще чуть-чуть. Все, стоп. Добавляем крахмал. Пока раствор не станет синим, еще перемешаем. Крахмал в присутствии йода окрашивается в синий цвет и тем самым позволяет нам увидеть небольшие количества йода. И дотетровываем до исчезновения голубой окраски. Сто. Все. Смотрят, сколько теосульфата осталось в шприце и по разности вычисляют объем тетранта, ушедший на тетрование. В данном случае на тетрование ушло 5,6 миллилитра. Тетрование повторяют до трех сходящихся результатов подряд или до трех из четырех сходящихся результатов подряд. Сходящимися считаются результаты, различающиеся не более чем на 0,4 миллилитра. Из сходящихся результатов считаем средний и округляем до двух значащих цифр. Теперь вопрос, как пересчитать объем теосульфата натрия, пошедшего на тетрование, в концентрацию растворенного в воде кислорода. Если собрать все три уравнения реакции, протекающих при тетровании, получится, что на один моль кислорода уходит 4 моль теосульфата натрия. Из определения малярной концентрации следует, что количество вещества в растворе, это его концентрация в растворе С, умножена на объем раствора В. Выразив количество теосульфата и количество кислорода через объемы их растворов, получаем вот такое уравнение. Преобразовав его как пропорцию, получаем итоговое уравнение для расчетов. Подставляем в него известные нам численные значения объемов и концентраций. Проводим расчеты и получаем результат. Чтобы не таскать за собой лишние нули, удобнее перевести его в микромоли в литре, поделив на миллион. Много это или мало? На экране зависимость растворимости кислорода от температуры. При 20 градусах Цельсия 144 ммоли в литре это примерно половина от концентрации насыщенного раствора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова